Псалом 101 В день скорби моей, преклони ко мне ухо твое. В день, когда воззову к тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава. Так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами от гнева твоего и негодования твоего. Ибо ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется осем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Ибо он приникнул святой высоты своей. С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал, Боже мой, не восхить меня в половине дней моих. Твои ли та в роды родов? Вначале ты основал землю и небеса, дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же или та твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем твоим. Евангелие от Луки Глава 13 В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на этом. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, Виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу И пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу Сруби ее, на что она и землю занимает Но он сказал ему в ответ Господин, оставь ее и на этот год Пока я окопаю ее и обложу навозом Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее В одной из синагог учил он в субботу Там была женщина, восемнадцать лет, имевшая духа немощи Она была скорчена и не могла выпрямиться Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу Есть шесть дней, в которые должно делать В те и приходите исцеляться, а не в день субботний Господь сказал ему в ответ Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу И не ведет ли поить Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет Не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились И весь народ радовался о всех славных делах его Он же сказал Чему подобно царствие Божие и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному Которое взяв, человек посадил в саду своем И выросло, и стало большим деревом И птицы небесные укрывались в ветвях его Еще сказал Чему уподоблю царствие Божие? Оно подобно закваске Которую женщина, взяв, положила в три меры муки Да коли не вскисло все И проходил по городам и селениям Уча и направляя путь к Иерусалиму Некто сказал ему Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им Подвязайтесь войти сквозь тесные врата Ибо, сказываю вам Многие поищут войти И не возмогут Когда хозяин дома встанет И затворит двери Тогда вы, стоя вне Станете стучать в двери И говорить Господи, Господи, отвори нам Но он скажет вам в ответ Не знаю вас Откуда вы? Тогда станете говорить Мы ели и пили пред тобою И на улицах наших Учил ты Но он скажет Говорю вам Не знаю вас Откуда вы? Отойдите от меня Все делатели неправды Там будет плач и скрежет зубов Когда увидите Авраама Исаака И Иакова И всех пророков В Царстве Божием А себя Изгоняемыми Вон И придут От востока И запада И севера И юга И возлягут В Царстве Божием И вот Есть последние Которые будут Первыми И есть первые Которые будут Последними В тот день Пришли некоторые из фарисеев И говорили ему Выйди и удались отсюда Ибо Ирод хочет убить тебя И сказал им Пойдите Скажите этой лисице Все изгоняю бесов И совершаю исцеление сегодня И завтра И в третий день Кончу А впрочем Мне должно ходить сегодня Завтра И в последующий день Потому что не бывает Чтобы пророк Погиб Вне Иерусалима Иерусалим Иерусалим Избивающий Пророков И камнями Побивающий Посланных К тебе Сколько раз Хотел я Собрать Чад Твоих Как птица Птенцов Своих Под крылья И вы не захотели Се Оставляется вам Дом ваш Пуст Сказываю же вам Что вы не увидите меня Пока не придет Время Когда скажете Благословен гряды Во имя Господне Книга Иисуса Новина Глава Тринадцатая Когда Иисус Состарился Вошел в лета Преклонные Тогда Господь Сказал ему Ты Состарился Вошел В лета Преклонные А земли Брать в наследие Остается Еще Очень Много Остается Сия Земля Все Округи Филистимские И вся Земля Гессурская От Сихора Что Пред Египтом До Пределов Екрона К Северу Считаются Ханаанскими Пять Владельцев Филистимских Газский Азотский Аскалонский Гевский Екронский И Аввейский К Югу же Вся Земля Ханаанская От Миара Сидонской До Афека До Пределов Амарейских Также Земля Гевла И Весь Ливан К Востоку Солнца От Ваалгада Что Подле Горы Ермона До Входа В Ямав Всех Горных Жителей От Ливана До Мисрефов Маима Всех Сидонян Я Изгоню От Лица Сынов Израилевых Раздели Жи Ее В Удел Израилю Как Я Повелел Тебе Раздели Землю Сию В Удел Девяти Коленом И Половине Колена Монасейна А Колено Рувимова И Гадова С Другою Половиною Колена Монасейна Получили Удел Свой От Моисея За Иорданом К Востоку Как Дал Им Моисей Раб Господень От Араера Который На берегу Потока Арнона И Город Который Среди Потока И Всю Равнину Медеву Дадивона Также Все Города Сигона Царя Амарейского Который Царствовал В Есивоне До Пределов Аммонитских Также Галаад И Область Гессурскую И Маахскую И Всю Гору Ермон И Весь Васан До Салхи Все Царство Ого Васанского Который Царствовал В Астарофе И В Едрее Он Оставался Один Из Рефаимов Которых Моисей Поразил И Прогнал Но Сыны Израилевы Не Выгнали Жителей Гессура И Маахи И Живет Гессур И Мааха Среди Израиля До Сего Дня Только Колену Левиину Не Дал Он Удела Жертвы Господа Бога Израилева Суть Удел Его Как Сказал Ему Господь Колену Сынов Рувимовых По Племенам Их Дал Удел Моисей Пределом Их Был Араер Который На берегу Потока Арнона И Город Который Среди Потока И Вся Равнина Примедеве Есивон И все Города Его Которая На Равнине И Дивон Вамов Ваал И Беф Ваал Мион И Аатса Кедемов И Мефаав Кириафаим Сивма И Церев Шахар На горе Емек Беф Фегор И Места При подошве Фазги И Беф И И И И И И Все Города На Равнине И Все Царство Сигона Царя Амарейского Который Царствовал В Есивоне Которого Убил Моисей Равно Как И Вождей Мадиамских Евия И Рекема И Цура И Хура И Реву Князей Сигоновых Живших В земле Той Также Валаама Сына Виорова Прорицателя Убили Сыны Израилевы Мечом В числе Убитых Ими Пределом Сынов Рувимовых Был Иордан Вот Удел Сынов Рувимовых По Племенам Их Города И Села Их Моисей Дал Также Удел Колену Гадову Сынам Гадовым По Племенам Их Пределом Их Был Иозер И все Города Галаадские И половина Земли Сынов Амоновых До Араера Что Пред Раввою И земли От Есивона До Ромав Митсфы И Ветанима И от Маханаима До Пределов И На Долине Бев Гарам И Бев Нимра И Сокхов И Цафон Остаток Царства Сигона Царя Ясивонского Пределом Его Был Иордан До Моря Хенеревского За Иорданом К Востоку Вот Удел Сынов Гадовых По Племенам Их Города Моисей Дал Удел И Половине Колена Монасиина Который Принадлежал Половине Колена Сынов Монасииных По Племенам Их Предел Их Был От Маханаима Весь Васан Все Царство Ога Царя Васанского И Все Селения Иаировы Что В Васане Шестьдесят Городов А Половина Галаада И Астаров И Едрея Царственные Города Ога Васанского Даны Сынам Махира Сына Монасиина Половине Сынов Махировых По Племенам Их Вот Что Моисей Дал В Удел На Равнинах Моавицких За Иорданом Против Иерихона К Востоку Но Колену Левиину Моисей Не дал Удела Господь Бог Израилев Сам Есть Удел Их Как Он Говорил Им Книга Иисуса Новина Глава Четырнадцатая Вот Вот Получили В Удел Сыны Израилевы В земле Ханаанской Что Разделили Им В Удел Елеазар Священник И Иисус Сын Новин И Начальники Поколений В коленах Сынов Израилевых По жребию Делили Они Как Повелел Господь Через Моисея Девяти Коленом И Половине Колена Монасийна Ибо Двум Коленом И Половине Колена Монасийна Моисей Дал Удел За Иорданом Левитом же Не Дал Удела Между Ними Ибо От Сынов Иосифовых Произошли Два Колена Монасийна И Ефремова Посему Они И Не Дали Левитом Части В Земле А Только Города Для Жительства С Предместями Их Для Скота Их И Для Других Выгод Их Как Повелел Господь Моисею Так И Сделали Сыны Израилевы Когда Делили На Уделы Землю Сыны Иудины Пришли В Голгал К Иисусу И Сказал Ему Халев Сын Иефонии Кенезиянин Ты Знаешь Что Говорил Господь Моисею Человеку Божию О Мне И О Тебе В Кадес Варне Я Был Сорока Лет Когда Моисей Раб Господень Посылал Меня Из Кадес Варне Осмотреть Землю И Я Принес Ему В Ответ Что Было У Меня На Сердце Братья Мои Которые Ходили Со Мною Привели В Робость Сердце Народа А Я В Точности Следовал Господу Богу Моему И Клялся Моисей В тот День И Сказал Земля По Которой Ходила Нога Твоя Будет Уделом Тебе И Детям Твоим Навек Ибо Ты В Точности Последовал Господу Богу Моему Итак Вот Господь Сохранил Меня В Живых Как Он Говорил Уже Сорок Пять Лет Прошло От Того Времени Когда Господь Сказал Моисею Слово Сие И Израиль Ходил По Пустыне Теперь Теперь Вот Мне Восемьдесят Пять Лет Но И Ныне Я Столько Же Крепок Как И Тогда Когда Посылал Меня Моисей Сколько Тогда Было У Меня Силы Столько И Теперь Есть Для Того Чтобы Воевать И Выходить И Входить Итак Дай Мне Сию Гору О Которой Говорил Господь В тот День Ибо Ты Слышал В тот День Что Там Живут Сыны Енаковы И Города У них Большие И Укрепленные Может Быть Господь Будет Со Мною И Я Изгоню Их Как Говорил Господь Иисус Благословил Его И Дал В Удел Халеву Сыну Иефониену Хеврон Таким Образом Хеврон Остался Уделом Халева Сына Иефониена Кенезиянина До сего дня За то, Что он В точности Последовал По велению Господа Бога Израилева Имя Хеврону Прежде Было Кириаф Арбы Как Назывался Между Сынами Енака Один Человек Великий И Земля Успокоилась От Войны Сынами Сынами